КОРДИНАТОРА КОНКУРСА Ну, собственно говоря, как мы объявили 17 октября конкурс идей, общественный открытый конкурс, в котором могли участвовать все-все-все николаевцы, вне зависимости от своей квалификации и профессиональных навыков. Задача конкурса была как раз привлечь всех творческих, небезразличных людей города к тому, чтобы создать совместными усилиями идеи для развития нашей центральной площади Соборной. Ну, и, собственно говоря, на конкурс прошли именно по всем техническим параметрам 54 идеи, сейчас они есть на сайте, Соборная МДМ Каюа. Конечно, идеи разные по качеству, да, кто-то хотел просто конкретно что-то одно, кто-то предложил комплексное решение на всю территорию, вот. Но, собственно говоря, у нас было квалифицированное жюри, которое состояло из меського головы, из главного архитектора, из четырех депутатов, из директора художественной школы, из нашего руководителя агентства развития. И, собственно говоря, это жюри в два тура отобрало сначала 7 лучших работ, из всех 54 все просмотрели работы. То есть пусть все участники не сомневаются, они были услышаны, увидены, записаны, вот. И непосредственно из 7, потом на втором открытом заседании уже жюри, собственно, долго обсуждала, но выбрала первое, второе, третье место. И, собственно говоря, вот Станислав у нас занял первое место по результатам двух туров работы жюри, вот, с очень нестандартной работой, которая все, на самом деле, мнения расходились, но вот... Все-таки сошлось на то, что надо... Все-таки в итоге, да, в итоге сошлось, потому что, конечно же, было много переговоров, работа нестандартная, меняет полностью пространство, да, то есть если большинство работ, все-таки, и второе, и третье место, оно больше как раз работает с тем пространством, которое есть, да, и немного там, ну, меняет там функции, положение, да, какие-то там нюансы добавляет, то у Станислава работа самая радикальная, и говорит, что все надо сделать по-другому, ну, как бы, я думаю, что... Внести все, да, и построить новое. Он расскажет больше о своей концепции сам, почему именно такая идея была. Да, хотелось бы об этом узнать подробнее. И у нас есть как раз эти фотографии вашего проекта под номером 1, они, поэтому можем их параллельно и смотреть, но и от вас, конечно же, идей, что же и как. Ну, смотрите, максимально, что я хотел сделать, это, во-первых, влезть в то техническое задание, которое было дано, вот, там, проверял, чтобы оно там по размеру. Все сходилось, чтобы все приняли, хоть хотя бы я не рассчитывал на победу, и, в принципе, делал это, ну, не для победы, а, ну, сначала показать, о, рассчитывал хотя бы, что я покажу о тех проблемах, которые, в принципе, существуют. Это как бы работа намек, да, о том, что у нас есть проблемы с детскими площадками, что они не накрыты, что у нас нету в городе места, где человек может спрятаться от дождя. То есть, вот эти проблемы, там, с транспортом проблемы, что вокруг той же Советской и Соборной, и на самой площади стоят автомобили, что это все надо как-то решать. Пускай, может, не здесь. Я смотрю, это под сцену сделано, или это там, где можно от дождя спрятаться сейчас? Ну, это сцена, а кто там мешает спрятаться от дождя, ну, примерно. Оригинально, да. Да, то есть, я намеренно не доводил все это до каких-то красивых листочков, всего этого, потому что понимал, что конкурс, он будет вмещать себе много участников. Куча народу пришлют фонтаны, скамейки, зачем мне тратить время там, простраивать все это. Если куча народу за меня это сделает, вот просто, об этом, кстати, архитекторы, которые кричали, а, нужен архитектурный конкурс, не подумали, что это для них. Это тот фонд идей, который они уже сэкономят свое время, и на последующую разработку уже там эскизного проекта, рабочего проекта не будут тратить время, вот, на поиск решений. Потому что, ну, можно было, например, если посмотреть на фасад вот этого бизнес-центра, что мешает? Сделать его не стеклянным, а сделать стекло, камень рядом река, провести небольшой водопровод и пустить там водопад. Ничего не мешает. И максимально, что я не хотел, это добавлять роскошь в этот проект, который, ну, скажем так, представимся колодец девятиэтажки, двор. Ну, давайте, мы там хотим сидеть на газоне, мы молодцы, или фонтан цветной хотим. Хорошо. Ребята, скиньте с деньгами, проведите водопровод, ну, выделите площадь у себя во дворе, сделайте газон, поставьте фонтан, поставьте на него счетчик и оплачивайте каждый месяц вот эту струйку воды. Ну, как бы, это роскошь. То есть, я хотел, чтобы, ну, архитектурная какая-то инвестиция, да, инвестиция, да, что значит инвестиция в архитектуру? Это значит, ну, там, в мировой практике, что те деньги, которые затрачены на проект, на объект, они должны принести хотя бы столько же денег, сколько если бы этот человек положил деньги на депозит. То есть, если мы говорим о каких-то этапах, то, например, если сделать просто даже парковку, которая уберет с соборной, вокруг, с ляги на автомобиле, потому что там будет безопасней, взять, там, 100 тысяч зрителей по рублю, то оно уже будет себя окупать, а потом начнет через какое-то время приносить прибыль, и при этом оставил возможность. То есть, я теперь понял, что за цветное строение, это была парковка, да, можем сейчас посмотреть еще фотографии, чтобы прокомментировать каждый из моментов. Первое, ну, это я понял, вот это вот, вот, да, вот эта вот парковка, подземная. Ну, как идея, да. Все, я теперь понял, что это оно, потому что я смотрел долго, думаю, что же оно так вот, полупрозрачка. Ну, вот Станислав, собственно говоря, уже затронул коротко тему, да, что, естественно, у нас конкурс был идей, и это очень важно было выслушать жителей, да, которые, кто-то принял участие в конкурсе идей, кто-то принял участие в опросе, который мы также на сайте проводили, у нас более 1100 респондентов ответило на то, как они видят собор, но более так, знаете, коротко выбрать, что бы хотел, вижу, какие есть приоритеты, что хочу изменить, и более 80% всех респондентов согласны с утверждением, что соборную площадь нужно реконструировать, потому что сейчас она там не в том состоянии, которое мы не хотели видеть. И дальше Управление архитектуры и градостроительства объявит архитектурный конкурс, он, естественно, будет идти немного дольше, это согласно законам, и дальше уже архитекторы, профессиональные будут разрабатывать уже конкретные, да, видения, проекты, которые дальше будут обсчитывать, и представят дальше на суд общественности какие-то варианты, и выберут лучшего уже проектанта, который дальше сможет вести непосредственно строительство. Проектанта уже на основе вот этой идеи все-таки? Ну, скажем так, мы не можем сейчас гарантировать, что победители архитектурного конкурса возьмут идею победителя или идею второго-третьего места, надеемся, что они вдохновятся теми идеями, да, и, как сказал Станислав, возьмут уже те проработки, которые уже сделаны, если это уже ходят жители, если это поддерживают наши горожане, то почему бы это не использовать, да, они придумают что-то свое, а вот конкретно используют наши идеи, и они, в принципе, все авторы готовы ими делиться, да, на каких-то условиях и без всяких проблем, главное, все хотят одной цели, да, чтобы площадь стала красивой, ее непосредственно довести до конца, реконструировать, и хотя бы, ну, не знаю, получится ли она в таком масштабе реконструкции, или все-таки меньший масштаб, сейчас даже городской глава на заседании жюри сказал, что он пока не знает, сколько это будет бюджет этого проекта, да, то есть нужно сначала увидеть какой-то более подробный проект, посчитать его, и потом, в принципе, будем искать финансирование, он готов идти на это и доводить проект реконструкции Соборной площади до конца. До финала, чтобы уже там спокойно это все сделалось, я хотел бы еще сказать о втором и третьем месте, второе место это Евгений Васюков, Соборная площадь, городская аллея, название, да, проекта, и третье место это Анна Максименко, Бутингемский дворец, принято, приятно удивиться, да, мы можем увидеть сейчас второе это место, вот у нас есть фотографии. Кстати, Евгений Васюков, да, кстати, Евгений Васюков, это автор блога «Архитектура Николаева», наверное, Николаев и некоторые с ним знакомы, он выкладывает туда фотографии разные. Я вот смотрю тоже. Интересно, да, у него решение объединить две площади, которые сейчас у нас как-то, да, разделены функционально и по-смыслову разделены нашу городскую и вот больше мемориальный комплекс, и убрать там фонтан возле ОДА, ну, в общем-то, тоже радикальная идея, на самом деле. И вот третий также проект сейчас можем увидеть, здесь уже, как говорится, здесь уже роскошь, пожалуйста. Не, ну, на самом деле, по факту тоже решение в ее описании, да, от этого третьего места, и то, что жюри отметила, она, пускай самая, может быть, и простая идея визуализации, но в концепции она достаточно, во-первых, реализуема, да, и во-вторых, тоже достаточно решает те задачи и функции, которые площадь должна выполнять, то есть вместо собрания людей фонтан сухой, без всяких там пафосных строений, да, если что, мы его выключили, там простое пространство, где может собраться, ну, там, 5-6 тысяч человек свободно, и, ну, если это по хорошему поводу на ярмарку, Новый год и так далее, или по поводу, если нужно собираться и высказывать свое какое-то мнение общественное. Вообще, вот, приятно удивило то, что, я вот просматривая все работы, мы предварительно встречались, когда объявлялся этот конкурс, говорили, что можете присылать, хоть, не знаю, на кусочки бумаги, там, ручкой нарисованная, но очень приятно, что многие, это больше 50 работ, все-таки они представлены, хорошо проработаны, в специальных программах, как бы все уже смакетировано, сделано, архитекторам осталось только взять, да, как это называется, но все-таки реально, вот видим сейчас тоже, все-таки проработки делались, вот еще идеи, самое главное, что все-таки все подошли с креативом, проявили свои какие-то идеи, Мне вот интересно у вас все-таки спросить, Станислав, кем вы работаете, что так хорошо все смакетировали и сделали. Ну, скажем так, сейчас я разрабатываю игры, вот, на данный момент, потому что я, там, три года назад все это бросил, все это мне надоело бороться с системой, там, ну, даже не сколько с системой, а с участниками, я же говорю, с архитекторами, со всеми, потому что, ну, скажем так, в моем профессиональном прошлом, это и освещение сити-центра, это и Балдина, и... То есть вы были связаны с этой профессией, и это ваша профессия? Да, да, это муниципальный, дизайн внутри муниципального коллегиума, я принимал тоже участие, то есть, ну, много, на самом деле, очень много, там, и частных, и каких-то общественных мест было разработано. Не думаю, что вот я сам сел и сделал, но я принимал в этом участие. Ну, то есть, а теперь уже три года, что называется, отдохнули, и решили все-таки, все-таки свои идеи какие-то еще воплотить. Ну, мне понравилась когда-то идея реконструкции сердца города, вот, но на тот момент, как бы, победил конкурс, который я видел уже это решение, уже готовое, но давно ждала своего, то есть, это не был конкурс, и я здесь тоже, как бы, ну, не послать, просто, типа, это все от лукавого, нет, вот, просто там потратить каких-то там, ну, максимум 20 часов работы, там, после работы, я потратил на это. Но все-таки с душой спокойно, что проект отправили, да, что он будет увиден. Да, еще там следил, я думал, не опубликуют. То есть, ну, такое, то есть, до последнего, а потом, о, выиграл, ничего. Женя, вы возвращаете доверие людям. Ну, да, на самом деле, может быть, там, нас сравнивали, да, с конкурсом, который проводили еще, сколько там, несколько, три-четыре года назад по поводу парка сердца города. Естественно, я, в принципе, считаю, что эта практика очень важна и нужна, то есть, это абсолютно правильно, такой современный подход привлекать жителей города, может быть, на конкурсной основе, на основе опроса, неважно, как угодно, но максимально вовлекать в процесс реконструкции, особенно публичных пространств, на общих пространствах. И, естественно, ну, мы все знаем, у нас сейчас реально какого-то конкретного проекта, который потом оп и подложек, его реально нет. То есть, это первый этап, он последовательно, дальше будет архитектурный конкурс, дальше, как я уже продолжила, будет реконструкция. Ну, ну, к сожалению, начало заложено. Естественно, нельзя говорить, что вот сейчас, вот уже, вот уже в следующем году, вероятнее всего, реконструкционную площадь мы сможем увидеть ближе к 2018 году, да, но в целом, это правильная практика, знаете, в Германии, когда там ездишь и говоришь с коллегами, они говорят, ой, у нас реконструкция и 10 лет может занимать, да. Естественно, и некуда торопиться, у нас немножко другая ситуация, но надо было делать все быстрее, чтобы как-то наверстывать упущенное. И увидеть какие-то уже результаты. Да, но есть и легальная процедура, мы все живем в законодательном государстве, где есть процедура, особенно связанная с нашими бюджетными деньгами, это очень важно, чтобы люди на каждом этапе видели, как они тратятся, поэтому, естественно, мы будем проводить еще и будет этот конкурс, и какие-то потом тендеры, возможно, на подрядчиков. Я думаю, что в Николаевцах пробудили активность, пробудили инициативность и креатив. Они показали все свои идеи, даже вот я смотрю, сейчас показывается еще один вариант, это то, что частично было изменено киевские некоторые памятники, вместо Ленина собирались поставить вот. Да, была идея, если посмотреть все идеи, были идеи совершенно от сумасшедших до каких-то очень реалистичных или минималистичных. Сумасшедшее, это, конечно, сделать публичный, общественный бассейн. У депутатов это вызвало огромную улыбку и воодушевление, они решили, если что, додумать эту идею и сделать горку прямо с центрального входа, со второго этажа в бассейн, проводить заседание комиссий. Дорогие коктейли. Кто-то предлагал... То есть возвращать деньги таким образом. Да, но есть разные пути, естественно. И эта идея, кстати, с бассейном она прошла в шорт-лист, в короткий этот список семи лучших идей, но в итоге все-таки более сознательно проголосовала нашу жюри и выбрала идеи, которые вот они видят, что, ну так или иначе, возможны к реализации или имеют место быть, даже если они там никто не оценивал, дорого, недорого. Сейчас эта идея, это концептуальное решение, уже дальше, когда будет архитектурный конкурс, будут оценивать, насколько это реалистично и хватит ли у Николаева, и Николаевцев денег на то, чтобы реализовать этот проект, потому что деньги-то эти все наши общие. Мэр, конечно, говорил, что, возможно, кого-то привлекает дополнительно, да, как Станислав говорил, что вот какие-то можно есть варианты, да, там дополнительных строений, которые можно туда привлечь, или парковку, или каких-то там бизнес, да. Но это все вопрос, сейчас пока мы, о нем рано, наверное, говорить, но часть денег будет точно бюджетных, это 100%, и надеемся, что мы... Мне очень понравилась одна работа архитектора, ну, подписана архитектором, там формулировка, это просто шедевр, это реконструкция главпочтампа с возможным сносом и строительством ультрасовременного здания нового назначения. То есть мы сразу поняли, что будет совершенно другое на этом месте. Самое главное правильно сформулировать. Ну что ж, будем надеяться, что все, что увидели Николаевцы, и чертовое колесо обзора, и все остальное, все идеи, все что-то как-то будет реализовано, возможно, не только на этой почте. В городе много мест, где это можно реализовать. Хотел об этом сказать, да, об этом говорили жюри, что идеи нужно брать, они всегда будут в открытом доступе, и их можно использовать в любом парке, каких-нибудь других исторических памятках нашего города. Так что только все от нас зависит. Так что вам спасибо большое за то, что с утра пришли, поделились идеями, уже подвели конкретно итоги, и я нагадую еще раз нашим товарищам, что сегодня спорили с Евгеньем Дурковым, координатом конкурса, и с Таниславом Памельманским переможцем конкурса, который представил свою идею, вона перемогла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова